Газопровод Силы Сибири обрастает современной инфраструктурой. В Амурской области появился новый железнодорожный мост и причал для разгрузки и хранения крупногабаритных грузов. Что еще в планах, расскажет Антон Сельвоник. Панорама этой стройки впечатляет. 1700 гектаров займут все объекты Амурского газоперерабатывающего завода. Сейчас здесь возводят первую и вторую технологические линии из шести. У нас где-то будет около 120 тысяч свай здесь. Грунт очень податливый. Категория грунта слабая и бурить и забивать свай здесь очень хорошо. То есть здесь нет обводненных грунтов, здесь нет болотистых местностей. Здесь сухой, в принципе, хороший грунт здесь. Строительные работы на площадке идут днем и ночью. Не прекращались даже в 40-градусные морозы. Здесь трудятся 4000 человек из разных регионов страны и зарубежья. Руслан Абулгартаев приехал из Астрахани. Мне нормально, я уже не первый раз. Здесь потеплее, я на Собите был, там еще холоднее. После ввода в эксплуатацию Амурский ГПЗ станет перерабатывать до 42 миллиардов кубометров газа в год. Это будет мощнейшее производство в России. Сырье пойдет с месторождений Якутии и Иркутской области по трубопроводу «Сила Сибири». Природный газ предназначен на экспорт в Китай, а отдельные фракции направят на нужды отечественной промышленности. Параллельно создается инфраструктура. В этом году сдадут вахтовый поселок на 5000 человек. Уже возведены транспортные узлы. Один из самых крупных объектов инфраструктуры завода – это вот этот причал на реке Зея. Длина его стенки вдоль берега – 125 метров. Площадь – как два футбольных поля. И уже в мае здесь должны принять первый груз. Также строители возводят и подъездные железнодорожные пути, включая мост через реку Большая Пёра и вот этот путепровод через автодорогу. Общая протяженность железнодорожных путей составит порядка 45 километров. Но и главный социальный объект – это жилой микрорайон на 5000 человек. На этой площадке строители возведут больше 40 многоквартирных домов и примерно столько же таунхаусов. Будет и вся социальная инфраструктура. Например, на этом месте возведут школу. Микрорайон строится в черте свободного, но будет полностью автономным. К его котельной и очистным сооружениям даже подключат прилегающие городские кварталы. Создаются максимально комфортные условия для работников будущего газового гиганта. Когда он выйдет на проектную мощность, он даст процент по переработке многокомпонентного газа, ну 50% плюсом. И также на заводе будет производиться гелий, выделяться гелий из природного газа, которое, само производство гелия, оно будет одним из крупнейших в мире. Амурский ГПЗ станет единственным газоперерабатывающим заводом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Вводиться в строй он будет поэтапно. Первые две независимые друг от друга линии мощностью 7 миллиардов кубометров каждая должны заработать уже в 2021 году. Антон Сельвоник, Виктор Карбушев, Вести, Благовещенск.